Здравствуйте! Телеканал НТВ Плюс начинает на канале онлайн прямую трансляцию из Афин матча волейбольной линии чемпионов, в котором встречаются местные Панатинойкос и московская Динамо. Это ответный поединок в стадии 1-6 плей-офф линии чемпионов или раунда 12, как еще называют. Первый состоялся матч неделю назад в Москве, и тогда подопечный Юрий Чередняка достаточно неожиданно, вчистую, переиграли своих сегодняшних конкурентов 3-0. Тогда они смотрели... Тогда, если вы смотрели тот поединок, у большинства динамовцев одновременно вдруг, потому что так бывает далеко, не всегда и даже не очень часто в волейболе, полетела подача. Именно стабильная, очень сильная подача москвичей стала едва ли не решающим фактором такой вот внешне легкой победы Динамо над греческим клубом. Всего динамовцы тогда сделали за три сета девять эйсов, по три Бережко и Волков, но, главное, расшатали прием греков, которые под конец вовсе потеряли способность и волю к сопротивлению, как казалось, за что и поплатились с сухим поражением. И теперь москвичам нужно выиграть здесь в Афинах только лишь один сет для суммарной победы, то есть для того, чтобы пройти дальше в одну третью финала, где своего соперника уже ожидает греческий же Олимпиакос. Вчера команда Ивана Мильковича в Казани сотворила пока что самую большую сенсацию нынешнего розыгрыша линии чемпионов, хотя, пожалуй, все же нет. Самую главную суперсенсацию всем преподнесли волейболисты славянского бледа, но об этом позже. Тем не менее, Олимпиакос тоже удивил, не дав нашему «Зениту» шанса даже на золотой сет. Ну а сейчас смотрим представление участников сегодняшнего. Матча представляют нам главных арбитров, судей, обслуживающих этот матч. Это Массимо, судей, обслуживающих матч. Массимо Синьки из Италии, ему помогает Гат Ицекович, израильский арбитр. Динамовцы первыми выходят на площадку. Вот в таком составе Сергей Грантин, капитан команды, своим сильнейшим на данный момент. Далее Юрий Бережко, номер пять, капитан Сергей Грантин, связующий номер девять у Юрия Бережко. У Романа Яковлева диагональный десятый номер, у Дмитрия Щербинина четырнадцатый, у Данте Демарайша Амарала семнадцатый и Александра Волкова восемнадцатый. Либера, Теодор Салпаров играет по третьим номерам, тренирует московская «Динамо». С середины нынешнего сезона стала руля команды главным тренером Юрия Чередникова. Ему помогает Олег Антонов, известный очень в прошлом наш, естественно, волейболист, родной брат Ярослава Антонова, суперзвезды мирового волейбола. Ну и вот в зеленой форме на своей домашней площадке зелено-белых цветов, традиционных для Панакинайкоса, вышли игроки этого клуба. И представим теперь их под первым номером на этот матч главный тренер Стеллиус Казалес выставил своего доигровщика Константинеса Кристофиделеса. Далее пятый номер, мы только что его видели, Павел Загумный, чемпион Европы, польский связующий, вот выигравший вместе со своей национальной сборной, минувший осенью у себя в Турции, простите, исторический для своей страны титул для Польши, титул чемпионов Европы. Далее седьмой номер у колумбийского диагонального греческого клуба Кристофера Агамеса, если полностью Кристофера Либермана Агамеса Уранга. Далее вот он выходит как раз на подачу, этот сильнейший, могучий парень, настоящий богатырь, с очень тяжелым прикладом. Обменялись команды на старте поединка неточными подачами и 1-1. Первыми это сделали наши, ну а Агамес затем ответил той же любезностью москвичам со своей стороны. Ну и далее, девятый номер у французского доигровщика, сейчас он был в атаке, по-моему, Панатина Икоса, это Диом Самика. Смотрим повтор, нет, это был первый темп, первый темп греческого клуба. Двенадцатый номер Николай Асмарагдис и четырнадцатый номер Сакириус Кантелеон играет в центре сетки. В общем, все тот же состав, что и неделю назад мы наблюдали в Москве, в Дарсе Спорт на улице Лавочкина выставил сегодняшний матч Стеллиус Казались, главный тренер Панатина Икоса. То же самое касается и нашего суперклуба, московского Динамо. Все те же игроки вышли на площадку, что и в первом матче. Ну и я не представил только лишь Либера греческого клуба. Им является восемнадцатый номер команды Ахиллеас Пападимитру. Всех отметили игроков в стартовом протоколе, но увидели, что захватили лидерство на старте наши соперники, хозяева площадки волейболисты Панатина Икоса из Афин. Вот видите, Афины против Москвы и так принято писать, обозначать в титрах название коллективов. Роман Яковлев, по-моему, первое очко в этом матче набирает. Очень хорошая комбинация. Сейчас получилось и отвлек Дмитрий Щербинин блокирующих на себя. Поэтому Роману довелось атаковать на одиночном блоке. Очень здорово он все сделал. Следом Данте, наш бразильский олимпийский чемпион Данте Амарал, 17 номер московского Динамо, приносит своей команде первое очко с подачи, чисто выигранное. И сравнивает счет 4-4. Кстати, говорили про подачу в первом матче. И на самом деле, если смотреть протокол той игры, 9 эйсов за первый поединок, за 3 партии всего лишь наколотили наши ребята. По 3, как я уже говорил, Бережко и Волков сотворили. Ну и также отметились по разу Щербинин, которого подача планирующая, Роман Яковлев и... Сергей Гранкин также принес в команде непосредственно с подачи. Одно очко. В первом матче. Ну и сегодня уже щетейсом открыт. Сделал это Данте Амарал. Спорный эпизод, но мяч попадает все-таки в пределы корта. Мы видели на повторе в линию. Панатинайкос вновь оторвался чуть-чуть. В наших экранах был Кристофиделис Константинес. Это второй доигровщик наряду с французским мастером высшего класса Диомом Самика. В составе наших сегодняшних соперников. Но вот про Диома Самика я как раз говорил, что этот игрок в финале последнего первенства континента, который проходил в Турции, боролся как раз-таки со своим сегодняшним партнером по команде с Павлом Загумной, который, естественно, играл в составе Польши. Самика в составе своей национальной сборной в Франции. Ну и тогда в четырех партиях, вы помните, команда Павла Загумная сумела преодолеть сопротивление французской стороны и одержать свою первую победу в первенстве континента за всю свою историю. При этом были польские волейболисты олимпийскими чемпионами в свое время. Но вот в 1976 году, но в Монреале дотянуться до победы у себя на континенте им так ни разу не удавалось до последнего, самого последнего времени. Первый минутный перерыв, простите, технический, но он же и минутный, да, перерыв в матче в сегодняшнем проходит при счете, не ошибаюсь, 8-6 в пользу греков.